Взрывчатый веществ Уважаемые интерны, прошу любить и жаловать моего коллегу-ютубера Брэндона Эреру, который поможет нам изучить воздействие РПГ-7 и в свою очередь углубить наши знания об анатомии человека. И прежде чем начать, давайте проясним кое-что. РПГ предназначен для поражения брони, то есть чего-то очень-очень твердого. Человеческое тело, напротив, может быть достаточно мягким, так что наш муляж не взорвется. Итак, так как система детонации находится в носовой части реактивной гранаты, более мягкая цель, такая как человеческая ткань, не сможет обмануть детонацию снаряда. Но кому-то может и повезти, если он увернется от взрыва. Стальная боеголовка 3,3 дюйма или 8,5 сантиметров, застрявшая в теле, не лучший вариант. Все, что нам нужно сделать, это выстрелить в ублюдка. И когда мы это сделаем, обращая внимание, что изображения баллистической травмы подробно контекстуализированы в рамках урока по анатомии человека и продемонстрированы на баллистическом манекене. Три, два, один. Очень мощно. Чертовски мощно. Итак, мы видим сквозной удар. Снаряд вошел и вышел из области живота ниже левой части грудной клетки. Это наглядный пример того, насколько вес и скорость снаряда влияют на повреждения, наносимые при ударе в отношении RPG-7. Википедия сообщает нам, что ракетный двигатель зажигается после 10 метров или 33 футов и поддерживает полет на высоту до 500 метров или 1600 футов с максимальной скоростью 295 метров в секунду или 970 футов в секунду. Следует отметить, что эти снаряды создают волну весом от 5 до 10 фунтов в зависимости от цели снаряда. Поэтому боеприпасы RPG-7 существенно медленнее и легче, чем, скажем, танковые боеприпасы, которые, согласно Википедии, обычно летят со скоростью от 470 до 1000 метров в секунду или от 1500 до 3350 футов в секунду. Для сегодняшнего эксперимента конкретные цифры имеют меньшее значение. Важно понимать суть. Более тяжелые и быстрые снаряды несут больше кинетической энергии. И передача этой кинетической энергии от снаряда в цель – это то, что разрушает ткани и наносит ущерб. И я вспоминаю видео с канала Брэндона, где танк бьет по такому же туловищу. Даже самый маленький танковый снаряд, выпущенный в этом видео, создал гораздо большую область поражения, чем наш РПГ-7. То есть кинетическая энергия, переданная при ударе, сместила ткань, заставляя ее быстро расширяться, а затем сжиматься. Знаете, примерно вот так. Технически выражаясь, реактивной гранате нужно лететь достаточно быстро, чтобы взорваться при ударе. Поэтому, хотя она и несет достаточно энергии, чтобы проникнуть в тело, когда это происходит, удар по человеческим тканям может быть не очень выраженным. Несмотря на все вышесказанное, существует множество рисков, связанных с открытой раной диаметром около 8 сантиметров. Прямо в яблочко. Да, он как желе. Похоже, что живот нашего пациента превратился в фарш. У него плавают ребра с левой стороны 11 и 12 по счету. Они не достигают передней части тела, видимо, они были смещены при ударе. Позади них находится верхний угол поперечно-ободочной кишки справа, где она переходит в нисходящую ободочную кишку. Эта часть толстой кишки отвечает за всасывание воды и электролитов, формирование и хранение кала и помощь в выведении отходов. К сожалению, это означает, что у нашего пациента кал теперь просачивается в перональную полость. Это пространство, высланное тонкой защитной мембраной, которая покрывает органы брюшной полости, включая желудок, печень, кишечник и так далее. Она уменьшает трение, благодаря чему органы могут двигаться плавно, а также она создает барьер, который может помочь предотвратить попадание бактерий и других вредных веществ в органы, когда они загрязняются. Сейчас все внутренние органы в опасности, и вероятность заражения в таком случае очень велика. Если пациент выживет, лечащий врач выполнит лапоротомию, которая представляет собой хирургический разрез брюшной полости, тщательную очистку области и изучение повреждений с дальнейшим восстановлением поврежденных органов. Если наш пациент выживет при таком типе травмы, то тогда кишечник будет выведен из тела через отверстия и будет собран в мешок. Если быстро не восстановить соединение, то, судя по травме, наш пациент будет иметь дело еще и с разрывами или надрывами в тощей кишке. Она является верхней частью тонкой кишки, также пропускающей частично переваренную пищу. Плюс повреждения левой почки, не говоря уже о близлежащих мышечных тканях, таких как подвздошно-поясничная мышца и основные мышцы живота. Но подождите, дальше больше. Диафрагма – это то, что мы называем мышечно-сухожильной структурой, состоящей из мышц и сухожилий. Она прикрепляется к ряду костных структур спереди, от мечевидного отростка и к реберной части внутри, к поясничным позвонкам и латерально к 11 и 12 ребрам, которых больше не существует. Если мышца диафрагмы оторвана от ребер, это может привести к нарушению дыхания. Видите ли, диафрагма – это важнейшая мышца для дыхания, которая обычно функционирует автоматически, без нашего сознательного участия. И любое нарушение ее структуры может затруднить нормальный вдох и выдох. И наш пациент, безусловно, будет это осознавать, не говоря уже о весьма вероятной возможности травматической диафрагмальной грыжи, при которой происходит выпячивание содержимого брюшной полости прямиком в грудную клетку. О боже, посмотри на заднюю часть, она полностью пронзила его насквозь. Ее просто разнесло. Если большая часть позвоночника отсутствует, мы можем быть уверены, что и спинной мозг внутри него также получил катастрофические повреждения. Спинной мозг – это информационная супермагистраль, передающая нервные сигналы от мозга к телу и обратно. Если спинной мозг разорван, передача информации больше не может осуществляться, и все движения ниже травмы будут затруднены. Проще говоря, вы не сможете произвольно двигать нижними конечностями. Очевидно, профессор РР и его команда моделируют то, что может произойти на поле боя после того, как солдат получил удар от РПГ. Он может упасть лицом в землю. Такое падение занесет дополнительные бактерии в полость раны, но это не ухудшит ситуацию слишком сильно, так как содержимое обоих кишечников уже вытекает. Риск заражения велик настолько, насколько это возможно, и у нас возникает целый ряд факторов, которые может убить пациента быстрее, чем заражение. Вы удивитесь, узнав, что заражение может произойти в течение нескольких минут, а иногда и часов. Когда заражение сильное, оно приводит к сепсису, опасному для жизни состоянию, вызванному чрезмерной реакцией организма на инфекцию. Это приводит к обширному воспалению. Без своевременного лечения сепсис может перерасти в септический шок, который характеризуется резким падением артериального давления, что приведет к отказу органов. Но, честно говоря, наш пациент умрет задолго до септического шока. При отверстии такого размера наиболее вероятной причиной смерти будет... Если вы предположили, что это был геморрагический шок, вы совершенно правы. О, тоже я выиграл! Он также известен как гиповолимический шок. Это опасное для жизни медицинское состояние, которое возникает, когда человек теряет значительное количество крови. Как правило, около 20% или более от общего объема. Это может произойти довольно быстро, если какой-либо из основных кровеносных сосудов был поврежден. Это рана охватывает большую часть живота, и мы знаем, что снаряд вышел по центру, через грудопоясничный отдел. Поэтому я опасаюсь, что брюшная аорта могла быть повреждена из-за ее непосредственной близости к позвоночнику, проходящему вдоль спины. Брюшная аорта расположена прямо перед позвоночником и является одной из крупнейших артерий в организме. Она переносит огромное количество крови по сравнению с другими артериями. Она получает насыщенную кислородом кровь непосредственно из левого желудочка сердца и распределяет ее по различным органам брюшной полости. Размер брюшной аорты может варьироваться от человека к человеку, но обычно ее диаметр составляет от 2 до 3 см, примерно от 0,79 до 1,18 дюйма. Брюшная аорта очень важна и может вызвать критическую потерю крови очень быстро, в течение нескольких минут, если ее разорвать. Поэтому не обманывайтесь отсутствием расширения ткани или отсутствием взрыва, это почти наверняка смертельный удар. Эй, надеюсь мы соберем его обратно? Да, мы починят, я знаю способ. Починят, если профессор Рерро и его команда будут поблизости. В противном случае, единственный шанс этого пациента выжить, если РПГ ударит на парковке отделения скорой помощи. И даже в этом случае успех не гарантирован. Без немедленной медицинской помощи геморрагический шок будет смертельным, как только организм потеряет достаточно крови. Пациент испытает критический скачок объема крови и снижение доставки кислорода к жизненно важным органам. В случае кислородного голодания жизненно важные органы, такие как мозг, сердце и легкие, откажут одними из первых. Большое спасибо приглашенному инструктору Брэндону Эрери за его вклад в нашу взрывную лекцию по баллистическим травмам и анатомии брюшной полости. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь и поставьте лайк, чтобы продвинуть его. С вами был, как всегда, доктор Крис, а не ваш обычный ортопед. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!